Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. На сегодняшний день, на 24 марта, у нас заболевших 7778. В стационарах находится 139 человек. На домашнем лечении сегодня 923 человека. Владимир Ружицкий провел встречу с жителями онлайн. Не все удалось наказы в полном объеме осуществить. Как прошел 2020 год для депутатов округа номер 5, расскажет Григорий Ворванин. Вместо операции «Детское кресло» вижу у вас ребенок. Дверцу откройте, пожалуйста. Сколько лет, девочки? Восемь. Насколько ответственно водители относятся к перевозке детей, выясняла Луиза Егезарян. Я хочу стать обладателем Камира и олимпийским чемпионом по дизу. В городском округе состоялось первенство по самбо. А теперь подробнее об этих и других новостях. Рабочая неделя началась с оперативного совещания в администрации Люберец. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались главе округа о проделанной работе. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД Люберецкое поступило 1600 обращений граждан. Из 34 возбужденных уголовных дел 31 раскрыто по горячим следам. Также было 174 ДТП с одним пострадавшим. Не обошлось без пострадавших и при пожарах. На территории городского округа произошло три возгорания. И сегодня в 5 часов 9 минут по адресу Льва Толстого, дом 10, корпус 4, в одной из квартир обгорели личные вещи и мебель. На площади 5 квадратных метров, к сожалению, обнаружен тело погибшей личной институциональности. С 15 по 21 марта по работе жилищно-коммунального комплекса поступило 5565 обращений. Особое внимание уделили проблемам, связанным с подтоплением территорий. Аварийные бригады, которые созданы, 4 бригады из 16 человек и работают 2 единицы техники практически в круглосуточном режиме. За данный период откачано порядка 4000 метров кубических ливневых вод. Данный вопрос также администрация держит на особом контроле и отслеживает исполнение всех поступивших обращений. Также на совещании обсудили вопросы содержания дорог. Уже устранено 526 ям. Ремонт ведется в круглосуточном режиме. Помимо плановых работ продолжается контроль за вывозом мусора. Выписано 34 постановления за парковку в неположенных местах и вблизи контейнерных площадок. На этой неделе будет установлено дополнительно 20 дорожных знаков. Стоянка запрещена с эвакуацией. Так что попрошу жителей быть более битными. На совещании также обсудили вопросы здравоохранения, культуры и благоустройства парков. В конце встречи подвели спортивные итоги недели. Ирина Попова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий ответил на вопросы жителей городского округа. Встреча прошла в дистанционном режиме. Обратиться можно было по телефону или через социальные сети. Какие ответы получили люберчане, расскажет наш корреспондент. В начале встречи глава Люберецкого округа рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID и ходе вакцинации. Он отметил, что количество больных сокращается, а вакцинация идет хорошими темпами. На сегодняшний день, на 24 марта, у нас заболевших 7778. В стационарах находится 139 человек. На домашнем лечении сегодня 923 человека. Также Владимир Ружицкий рассказал о развитии дорожной сети. Запланирован ремонт 36 муниципальных дорог. Работы должны завершиться до 31 августа. Кроме того, сегодня много вопросов поступает и понятно по реконструкции Октябрьского проспекта. По первому этапу мы планируем строительство эстакады от улицы Власова до улицы Волковская. Это строительство шумозащитных экранов. Это устройство ливневой канализации. Это устройство именно на первом этапе двух подземных пешеходных переходов. А так их будет 9 на протяжении всей дороги. Данные работы мы, именно первый этап, планируем завершить в четвертом квартале следующего года. Много предложений поступило по благоустройству и озеленению. В частности, на вопрос жителей Малаховки о парке Лесная Опушка, Владимир Ружицкий рассказал, что проект реконструкции уже разработан и в апреле будет представлен для обсуждения с жителями. Также прозвучал вопрос о регулярном подтоплении придомовых территорий. У нас непосредственно и система ливневой канализации практически в округе отсутствует. Ее буквально процентов 20. На сегодняшний день со стороны администрации в 2020 году разработана непосредственно схема ливневой канализации городского округа Люберса. Согласно данной схеме, Люберецкий водоканал при формировании инвестиционной программы включает определенные, скажем таки, пиковые мероприятия по локализации данных потоплений. Сразу несколько вопросов поступило по работе управляющих компаний. Так в сложной ситуации оказались жители дома 11, корпус 2 по улице Льва Толстого. Собранием собственников решено сменить управление дома, поменять ТСЖ на компанию ЛГЖТ. Однако руководство ТСЖ с таким решением не согласилось и мешает обслуживанию дома. Позиция администрации – это непосредственно воля и заявление граждан, проживающих в данном жилом доме. На сегодняшний день дело в судах. Мы непосредственно со стороны администрации уже будем руководствоваться решением суда. В конце встречи Владимир Ружицкий поблагодарил жителей за активное участие. Все вопросы, поступившие в ходе встречи, находятся на особом контроле администрации округа. Ирина Попова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Депутаты избирательного округа номер 5 отчитались о проделанной работе в 2020 году. Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, практически все обращения и наказы жителей были выполнены. Депутаты 5-го избирательного округа с жителями Люберец в режиме офлайн встречаются впервые. Последний раз в таком формате парламентарии отчитывались о проделанной работе больше года назад, еще до начала пандемии. Как признается Александр Мурашкин, в 2020 году депутатам пришлось освоить работу на удаленке. Конечно, не все удалось наказы в полном объеме осуществить, потому что свои силы, деятельность свою мы немножко перенаправили, прежде всего, на помощь людям, которые нуждаются в особом уходе, в особом внимании. Поэтому мы в плотном контакте работали больше с руководителями общественных организаций, с волонтерским штабом. На встречу с депутатами пришли активные жители района и представители общественных организаций. Практически у каждого был свой вопрос. Большинство посвящено благоустройству Люберец и движению общественного транспорта. Мы пенсионеры до полиции не можем добраться. Все время пришлем, ждем, нет, час ждем, нет. И, в общем-то, расписание очень покое. Свой вопрос задала и жительница Люберец Мария Фатикова. Женщину интересует проблема установленного возле ее дома лежачего полицейского. Я живу в Южной 15. Там такой полицей положили, вот такой вот. Там прыгают, да, машина сейчас сколько ездит-то. Я огнеопасные, здоровые всякие. Невозможно. Чтобы сейчас будет тепло, не откроешь окно. Грохот. Стоит грохот. На встрече жители задали несколько десятков вопросов. На некоторый ответ был дан сразу. Остальные, требующие детального изучения и подключения различных структур и ведомств, будут решены в ближайшее время. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Лифт не роскошь, а средство подъема на этаж. В округе продолжаются работы по замене лифтов в многоквартирных домах. Завершены работы и в 14-этажном доме на улице Школьная, поселка Красково. Тему продолжит Григорий Ворванин. Дом на улице Школьная построен в 1994 году. Тогда же были установлены лифты. По два в каждом подъезде. От постоянной эксплуатации механизм периодически отказывал. А жильцам приходилось пешком подниматься на верхние этажи. Раньше работали с перебоями. Плохо. Сейчас вот этот работает прекрасно. Работы по замене старых лифтов на новой в этом доме начались в феврале. Специалистам предстояло установить 8 современных кабин, лифтовые порталы, станции управления лифтами. Справились раньше срока. Грузоподъемность этих лифтов у нас 400 килограмм. У нас проходит полнотехническая освидетельственная лифта. Потом у нас принимается также Ростехнадзора и лифт пускается в эксплуатацию. Замена лифтов проводится в рамках областной программы капитального ремонта многоквартирных домов. Стоит задача, чтобы лифты на территории всего городского округа просто были в рабочем состоянии. Как можно было бы меньше нареканий. Там, где поступают жалобы, мы обследуем. Где можем, там идет ремонт. Где мы видим, что износ запредельный. Ставим план и лифты меняем. Поэтому это обычная такая текущая работа. В этом году в городском округе планируется заменить 87 лифтов в 24 жилых домах. 22 новых подъемника уже работают. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. ЛГЖТ. Как расшифровывается эта аббревиатура, знает каждый второй люберчанин. Люберецкий городской жилищный трест. Предприятие, входящее в пятерку самых мощных и стремительно развивающихся организаций в сфере управления многоквартирными домами в Московской области. Но мало кто знает, с чего же начиналось жилищно-коммунальное хозяйство в Люберцах. Бревенчатые двухэтажки в поселке Калинино построены в 1925 году. Это первые многоквартирные дома, возведенные на территории города. На этой улице их было 10. Сейчас осталось только 3. В домах удобства нет, потому что их раньше не было. Только газовые плиты, ни ванн, ни душевых, ни горячей воды в домах нет. Дома теплые, уютные. Они маленькие, они как частный сектор. Они как вот, у них своя вот территория, они все в зелени. На протяжении нескольких лет жители сами содержали эти дома. Делали ремонт кровли и стен, красили рамы, меняли стекла. Так было до 1931 года. Именно в этом году на базе завода имени Ухтомского было организовано новое ведомство – городское жилищное управление. Основной задачей которого стало обслуживание и содержание жилых домов, в том числе и двухэтажек в поселке Калинино. Мы вот на этот, по пять грибков вбиваем, да? Обязательно. На каждый утепитель, на каждый класс. В 1984 году на работу в тогда еще жилищное управление устроилась Вера Сопронова. Она прошла путь от рядового техникосмотрителя до начальника производственно-технического отдела. Во время работы ей приходилось спускаться в подвал и подниматься на чердаки и крыши Люберецких многоэтажек. И сейчас Вера Александровна регулярно выезжает на объекты. Была недавно больничная, я не знала, что дома делать. Мне так и тянуло, честно вам говорю, мне так и тянуло на работу. Так и тянуло. Мне как-то уже, это родной мой дом, я уже просто без работы себя не представляю. Но я, честно вам говорю, я свою работу очень люблю. В середине 90-х администрация Люберецкого района приняла решение создать муниципальное унитарное предприятие Люберецкий городской жилищный трест и передать вновь образованному предприятию все объекты коммунального хозяйства с баланса акционерного общества производственного объединения «Завод имени Ухтомского». В свое время, когда разваливалась та сторона, когда разваливались все предприятия, все с удовольствием отдавали нам. И брошенные, я уже помню, целые массивы брошенных жилого фонда, которые мы принимали. Даже фонд «Завод имени Ухтомского» решением тогдашнего главы был переден в муниципалитет. Это было, ну, вы представляете, дома, которые не эксплуатировались. И мы все это подобрали, другую слову не скажу. С 2007 года МУП ЛГЖТ преобразовано в акционерное общество. На предприятии внедряются современные технологии, что позволяет увеличить объемы производимых работ. В настоящее время Люберецкий городской жилищный трест обслуживает 885 многоквартирных домов. При этом численность коллектива предприятия – 475 человек. Сотрудников ЛГЖТ с профессиональным праздником, днем работника жилищно-коммунального хозяйства, поздравил глава Люберец Владимир Ружицкий. «От этой работы не устава, этой работы заниматься профессионально, реагировать на все просьбы наших жителей. И понятно, что выполнять те задачи, которые требуются. Компания ЛГЖТ – это, я не светло, отвечаю, это сегодня лучшая компания, может, даже в России». От лица партии «Единая Россия» коллектив ЛГЖТ с профессиональным праздником поздравил депутат Московской областной думы Игорь Каханый. «Без ЖКХ сегодня никто не может представить жизнь, ни житель дома, ни работник любого офиса, потому что везде его окружают услуги ЖКХ. Я очень горж, что у нас в округе есть флагман, очень большая компания, которая очень многое эксплуатирует, многоквартирных жилых домов – это Люберецкий городской жилищный трест». Почетными грамотами и благодарностями за вклад в развитие ЖКХ городского округа отмечены техники, смотрители, кровельщики, энергетики и другие специалисты предприятия. Григорий Ворванин, Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Один шаг до трагедии. Сотрудники Управления административно-пассажирской инспекции Московской области совместно с коллегами из администрации городского округа провели рейд по профилактике безопасности на железной дороге. В этот раз их заинтересовал несанкционированный переход в поселке Калинино. В рейде побывали и мои коллеги. «Не страшно здесь ходить, тем более, что нельзя?» «Нет, не страшно». «Ну тут же нельзя, знаки есть, указатели». «Да, мы знаем. Представляете, вот туда идти, либо туда. А если вы пройдетесь по самому мосту, вы там увидите, что там наледь точно такая же». Тропа к этому несанкционированному переходу не зарастает в любое время года. Зачем идти в обход, когда можно сократить время и расстояние? Даже присутствие людей в форме не остановило Люберчан. «На прошлой неделе здесь был забит молодой человек. Ну это смотреть, я же вижу. Не смотреть по сторонам. Ну хорошо, что вы в данный момент... Ну раньше там переход постоянно взбивали, каждую неделю. Каждую неделю взбивали. И все равно люди приходят, и вы тоже переходите». Электрички, поезда дальнего следования и грузовые составы. И так каждые пять минут. Железная дорога в Казанском направлении – одна из самых загруженных в Подмосковье. «Красно здесь ходить, тем более вот поезд приближается как раз». «Я вижу. Глаза есть, поэтому смотрю». «А то, что здесь ходить вообще нельзя?» «А где ходить? Вот через мост туда идти, чтобы не попасть на пруды». «Ходили и будете ходить, да, здесь?» «И все тут ходят. А куда деваться?» «Нет, ну посмотрю, здесь поезда крайне редко ходят». «Вот как раз сейчас тот случай, когда поезд идет». «Ну я же вижу, если поезд. Кто не видит, тот не ходит». Несанкционированный переход в этом месте разноуровневый. Видимость затруднена. Это в совокупности делает переход еще более опасным. «Здесь, да, здесь мост и, как бы считается, переход вот эти ступеньки, технологические ступени, они предназначены там для технологических работ жизнедорожных служб. Но граждане используют его для перехода жизнедорожных в ненадлежащем месте». В управлении административно-пассажирской инспекции видят лишь один выход из этой ситуации – демонтировать ступени. Тогда путь наверх будет затруднен. Соответствующие предписания в ближайшее время направят в адрес управления железной дороги. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Маленький пассажир – большая ответственность. Люберецкая госавтоинспекция проводит социальный раунд. Его главная цель – снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Для начала инспекторы проверили наличие детских кресел в автомобилях. Нулевой километр Егоревского шоссе в сторону Москвы в вечернее время трафик зашкаливает. В поле зрения инспектора ГИБДД попадает водитель, перевозящий ребенка без удерживающего устройства. Специооперация «Детское кресло». Вижу у вас ребенок. Дверцу откройте, пожалуйста. Сколько лет, девочки? Восемь. Восемь. Штраф в 3000 рублей выписали на месте. В течение 20 дней нарушитель может оплатить его со скидкой 50%. Останавливают следующую машину. Ребенок сидит в автокресле и пристегнут. Претензий к родителям нет. Хорошо. Можете есть. Всего хорошего. «Детское кресло» – гарант безопасности. До 12 лет ребенка можно перевозить только с использованием специальных удерживающих устройств. Чтобы еще раз напомнить об этом, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие. 15 марта стартовал социальный раунд под условным названием «Маленький пассажир. Большая ответственность». Много мероприятий предусмотрено в рамках проведения данного раунда. Это и беседы в регистрационно-экзаменационных подразделениях, беседы в МФЦ, в различных организациях, в автотранспортных предприятиях, беседы в школах, в том числе с родителями. Напоминать о том, что «Маленький пассажир» – это большая ответственность. Инспекторы ГИБДД будут до 18 апреля. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Что такое самоспасатель и как им пользоваться? Инспекторы пожарного надзора МЧС России по Люберецкому городскому округу провели обучающий мастер-класс для воспитанников Центра социальной реабилитации. Также пожарные напомнили ребятам, как вести себя во время чрезвычайной ситуации. Подробности далее. В Центре социальной реабилитации несовершеннолетних сотрудники МЧС, частые гости, приезжают несколько раз в течение года, чтобы напомнить о правилах поведения во время пожара. На какие номера спецслужб позвонить и как быстро найти выход в экстренной ситуации. Если помещение завалокло дымом, поможет самоспасатель. Он защитит легкие глаза в течение получаса. Этого времени хватит, чтобы покинуть опасную зону. В арсенале Центра социальной реабилитации два вида самоспасателей для детей и взрослых. Его нужно взять вот так, внутренней стороной ладони, да, таким образом и надеть на голову. То есть, вот, давай мы тебя оденем сейчас. Центр социальной реабилитации несовершеннолетних в поселке Томилино круглосуточного пребывания. Поэтому педагоги постоянно во время занятий напоминают воспитанникам, как вести себя во время чрезвычайной ситуации. Раз в месяц – обязательная учебная тревога. В случае какой-то чрезвычайной ситуации мы уже находимся, так сказать, в готовности того, что никто не растеряется. Дети прекрасно знают, куда им надо идти. Также и взрослые, соответственно, это по всем правилам. Сотрудники МЧС регулярно проводят подобные профилактические беседы в детских садах, школах, техникумах и вузах, расположенных на территории городского округа. Все образовательные учреждения со 100% охватывают наши сотрудники. Данное мероприятие проводится в плановом режиме, то есть с учетом сезонных рисков возникновения пожара. То есть у нас сейчас наступает весенне-летний пожароопасный период, то есть сейчас снег у нас растает, начнется дачный сезон. То есть это у нас костры, сжигание мусора, травы и тому подобное. В конце встречи ребята нарисовали мини-плакаты, посвященные пожарной безопасности. Авторы лучших работ получили подарок от сотрудников МЧС. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Торжественное вручение паспортов состоялось в стенах Люберецкой картинной галереи. Документы получили 13 юных граждан. Устроиться на работу или самостоятельно обратиться в суд – еще больше прав получили юные люберчане. Вручение паспорта – важное событие в жизни каждого гражданина. Очень хочу, получив паспорт, сказать, что я ответственный гражданин и внесу улучшения в нашу страну, в наш город. Мы были в МФЦ и нам предложили в торжественной обстановке вручение паспорта. В первую очередь паспорт – это новые возможности, это лицо человека. Но с паспортом также приходят новые обязанности. В Московском областном центре охраны материнства и детства работает служба детской гинекологии. Медицинские специалисты ведут прием маленьких пациенток в женской консультации номер один. О том, почему важно беречь женское здоровье с молоду – наш следующий сюжет. 16 лет назад Анна Дубовцева встала на учет в этой женской консультации. Тогда она готовилась впервые стать мамой. Сегодня она снова здесь, но уже с подросшей дочкой. Здоровье ребенка доверяет только проверенным врачам. Я считаю, что нужно обращаться к гинекологу. Обязательно чем раньше, тем лучше. Потому что это, во-первых, и знания. Когда мама рассказывает ребенку, и когда профессионал рассказывает ребенку, это немножко разные вещи. Мама троих детей убеждена – заботиться о женском здоровье надо с самого раннего возраста. Поэтому знакомство с гинекологом для всех ее дочерей уже пройденный этап. Не надо стесняться и бояться. Такой же врач, как и все остальные. Причина обращаться к детскому гинекологу – немало. Проблемы со здоровьем могут возникнуть в любое время. Поэтому консультация врача необходима всем представительницам прекрасного пола, независимо от возраста. Это имеет очень большое значение для дальнейшего развития девочки, для дальнейшего ее становления как личности, в том числе и ее протекания, ее будущей беременности. Девочка контактирует с гинекологом, и она уже привыкает к данному специалисту. В Московском областном центре охраны материнства и детства работает два детских гинеколога. Записаться к узкому специалисту можно на портале госуслуги, а также в самом медицинском учреждении с помощью информата. Люберцы присоединились к празднованию Всемирного и Всероссийского дня стоматологического здоровья. В этом году он проходит под девизом «Гордись своей улыбкой». В городском округе проходят мероприятия, направленные на профилактику заболеваний полости рта. В гимназии номер 16 к этой теме привлекли внимание с помощью театрализованного урока гигиены. На нем побывала и наша съемочная группа. Лучше один раз показать, чем сто раз рассказать. Облачившись в необычный костюм, люберецкие стоматологи дают советы по чистке зубов. Врачи уверены, в игровой форме запоминается легче. Нужно чистить три минуты. Это раз. А во-вторых, смотри, есть розовое. От розового к белому. То есть тебе нужно выгребать. По такому же принципу действует и на сцене. Вместо скучных уроков здоровья театрализованное представление. Вот что значит совмещать приятное с полезным. Мини-сценка – часть большого проекта «Гордись своей улыбкой», который проходит по всей стране в честь Всемирного дня стоматологического здоровья. В Московской области эту дату отмечают на 40 площадках. Для того, чтобы акцентировать внимание, чтобы люди от мала до великой, жители Московской области, уделяли больше внимания профилактике, соответственно, и посещали, конечно же, стоматолога. Акция проходит в учебных заведениях и объектах здравоохранения. К проекту активно подключилась Люберецкая стоматологическая поликлиника и общественная палата округа. Сейчас профилактика стоматологических заболеваний набирает обороты. То есть в свое время, скажем так, немножко были ослаблены принципы профилактики. Но сейчас это опять все возобновляется, развивается. И сейчас на профилактику большой упор. Вопросу здоровья зубов активисты привлекают внимание в течение всего месяца. Большой стоматологический марафон завершится 31 марта. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В конце первого весеннего месяца свой профессиональный праздник отмечают работники культуры. Это талантливые и творческие люди, без которых невозможно представить ни одно мероприятие и торжество. Но раз в году они занимают место в зрительном зале. Как поздравили люберецких деятелей искусства, расскажет наш корреспондент. Артисты, музыканты, хранители музейных ценностей, библиотекари и художники. Название этих профессий можно объединить в одно – служители искусству. Когда все отдыхают, они на старте. И даже профессиональный праздник – не исключение. Это самое лучшее. Когда ты занимаешься своим делом, именно ты делаешь этот праздник. Это самое главное. Поэтому это счастье большое, что мы в этот праздник выступаем. И опять-таки обмениваемся музыкальными эмоциями. В этот день не только обмениваются эмоциями, но и подводят итоги работы. Уже второй год подряд учреждения культуры городского округа Люберцы занимают первое место в рейтинге Московской области. Мы идем вперед, мы модернизируемся. У нас полностью идет новое оснащение музыкальными учреждениями нашей школы. У нас полностью оснащены наши учреждения культуры нашим световым оборудованием, музыкальным оборудованием. Скоро у нас откроют свои двери новая школа «Гармония» в Красково. Мы ждем этого, конечно, в этом году. Такие результаты – вклад большой команды. Культура городского округа – это более 800 профессионалов, увлеченных своей работой. В праздничный день отметили лучших сотрудников. Спасибо, что вы нам дарите эти краски, эти песни, которые помогают нам жить, радоваться жизни. Все, что происходит вокруг нас. Вы огромные молодцы. Пожелания выразили и народные избранники. Для депутата Александра Мурашкина 25 марта – тоже профессиональный праздник. И каждый депутат может к этой гостеприимной публике обратиться со словами «дорогие мои коллеги». В здании сегодня находятся ветераны нашей культуры, мои наставники. За ними опыт, за ними сила, за ними мудрость. Я всегда преклоняю любые конусы. День работника культуры – праздник молодой. Его отмечают в России с 2008 года. Цель этой даты – отметить весомый вклад людей, которые привносят в нашу жизнь творчество, гармонию и красоту. Уважаемые коллеги и все причастные к культуре, желаю вам, во-первых, крепкого здоровья, огромных творческих успехов и как можно больше культурных мероприятий в это непростое время. Не терять энтузиазм, а на нем все держится. Мы, работники культуры, не должны унывать и заряжать позитивом все население. Луиза Егезарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. День кукольника отметили воспитанники детской театрально-кукольной студии «Волшебники». А руководители поделились секретами своего мастерства и рассказали о сложностях профессии. Подробности в нашем сюжете. Кто сидит в труду? Он такой страшный. Крошка-енот – любимый персонаж Прохора Семина. Кукла для мальчика – не просто игрушка, а друг. С ним юный актер общается как с живым. Енот дал Прохору несколько дружеских советов. В каждом спектакле, как в сказке, есть своя мораль. Во-первых, нужно всегда быть храбрым, всегда идти к своей цели и слушать своих друзей. Прохор и другие дети занимаются в театрально-кукольной студии «Волшебники» при библиотеке «Бригантина». Ее основатели – Владимир и Любовь Алеевы. Они пишут пьесы, ставят спектакли и преподают уже 25 лет. Вскороговорки, разминка и актерское мастерство. Занятия Любовь Алексеевна проводят три раза в неделю. Куклы – это не просто искусство, а дело жизни. Такого же мнения придерживается и супруг актрисы – Владимир Алеев. Именно он показал Любови Алексеевне мир кукольного театра. Это же очень тяжелый физический труд. Вот просто подержать руку 15 минут. Мало того, что куклу держишь, ты еще и должна двигаться, говорить, реагировать на все. Поэтому тяжело. Из-за вредности профессии кукольники на 5 лет раньше уходят на пенсию, чем другие актеры. Но забыть о деле жизни Алеевы не могут, не хотят. Ставят новые спектакли, поэтому в квартире появляются новые коробки с куклами. Божескую милость. Как скажет Господь Бог, так и будет. Религиозные, патриотические или злободневные – темы для пьес разные. Любовь Алексеевна уже издала книгу с 21 произведением. Практически все не только для детей, но и для взрослых. Нас любви учат к детям, выдержки какой-то обязательно, ну, человечности. Мы почему любим перчаточные куклы? Перчаточные куклы. Ну, у человека основный энергетический центр – глаза, да? И вот этот кусочек, который является энергетическим центром. Так куклы оживают в руках актеров и перестают быть просто игрушками. Спектакли впечатляют не только люберецких зрителей. В копилке призов театральной кукольной студии есть и международные награды. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Награждение финалистов четвертых московских областных молодежных гагаринских чтений прошло в Люберцах. Ежегодный конкурс в этот раз приурочен к 60-летию полета человека в космос. Финалисты собрались на церемонию в Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина. Тряхнув, словно гривой косматый лев головой, Взялся товарищ за струны гитары, что дугой изгибалось над его коленом. Зачебетали струны, народ человеку внимал, что искусно и четко о великих песен слагал. Владислав Ленгли интересуется космосом и давно изучает биографию Юрия Гагарина. Когда предложили поучаствовать в гагаринских чтениях, согласился без колебаний и написал стихотворение всего за пять дней. Говорит, когда знаешь тему, вдохновение приходит само собой. Сидишь, слушаешь музыку, потом наступает тишина в квартире, и у тебя мысль идет на какой-то счет. Ну, там, по заданной теме, например. Творческий потенциал участники конкурса могли раскрыть не только в стихах. Номинаций на гагаринских чтениях четыре. Они меняются из года в год. В этот раз студенты писали стихи, снимали фильмы о первом космонавте, разрабатывали интерактивные маршруты по гагаринским местам Московской области и создавали инсталляции на тему космоса. Всего было принято 44 работы. Мы посмотрели все работы, они все разные, но они, каждый по-своему, носит свою индивидуальность. И действительно, в каждой работе, если представить, то действительно, отчасти можно оказаться в космосе. Финалисты и победители конкурса «Гагаринские чтения» получили дипломы, подарок от Музея космонавтики Москвы и именную стипендию от губернатора Московской области. Ирина Попова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, Телеканал ЛРТ. Первенство, посвященное памяти легендарного советского и российского лыжника, олимпийского чемпиона Алексея Паркуророва, прошло в Люберцах. Задержавшаяся зима оказалась на руку спортсменам. Плотный снег и раскатанная трасса позволили продемонстрировать все свое мастерство. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. На старт! Внимание! Марш! Около 200 человек приехали в Томилинский лесопарк, чтобы проверить свои силы в лыжных гонках. На трассу вышли и взрослые спортсмены, и совсем юные участники. Для разных возрастов разные дистанции – от 500 метров до 9 километров. Всего 12 стартов. В семье Леляны Стахановой лыжи – одна из семейных традиций. Папа занимается давно и тренирует ребят. Старший брат Руслан бежит в этом турнире 2 километра. Самой Леляне покоряется пока только самая короткая дистанция. Я уже бежала много раз и хотела еще побежать. Вот меня заявили по этому. Для преодоления самого длинного маршрута требуется опыт и физическая выносливость. Артемий Вахрушев хоть и участвует в Люберецкой лыжне в первый раз, но подготовка за плечами серьезная. Я бывший профессиональный легкоатлет, а теперь перешел в лыжи. В любительские. Я с этого года начал выступать. Купил себе комплект, начал выступать. Съездил уже на Карелийский фест в этом году и в Дубну на Николу перевоз. Старт каждой гонки дает ученица Алексея Прокуророва, призер Олимпийских игр, лыжница Наталья Коростылева. Она лично знала о чемпиона мира, тренировалась под его руководством в составе сборной России и может оценить уровень спортсменов буквально с первых шагов. Очень высокий уровень. Тут ребята сейчас финишировали. Прямо у них борьба-борьба до самого финиша. Очень достойно. Каждый хочет победить. Молодцы. Такой азарт надо приветствовать и поддерживать. Первенство имени Алексея Прокуророва стало финальным соревнованием этой зимы. Теперь спортсмены будут поддерживать форму физическими упражнениями. Лыжный сезон 2021 официально закрыт. Ирина Попова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» состоялось первенство городского округа Люберцы по самбо. За звание лучших спортсменов боролись мальчики и девочки 11 и 12 лет. С участниками соревнований познакомились и мы. На борцовский ковер готовится выйти более 80 человек. Это небольшая часть детей, которая занимается самбо в городском округе Люберцы. На сегодняшний день этот вид единоборства объединяет около 2000 юных спортсменов. Популярен он по многим причинам. Самбо – это наш национальный вид спорта, который придуман в России. И здесь он нашел свое место и прижился. Это реально тот самый универсальный вид спорта, который воспитывает в ребенке такие качества, как мужество, целеустремленность. После торжественной части соревнования начались. Одним из первых на ковер вышел Матвей Киселев. В самбо его привел дедушка 4 года назад. За плечами у юного спортсмена уже несколько побед. И на этот раз мальчик выступил удачно. Теперь можно повышать планку. Я хочу стать обладателем Кубка мира и олимпийским чемпионом по деду. Спортсмены боролись за призовые места в 12 весовых категориях. Удачное выступление на первенстве – путевка на областной этап соревнований, который пройдет в Реутове. Возможно, кому-то из этих ребят выпадет честь представлять Люберцы и на всероссийских турнирах. Это тот этап, на котором мы должны понять, насколько дети готовы к тому, чтобы сражаться на более серьезном уровне. Чтобы подготовить детей к таким выступлениям, Федерация самбо городского круга Люберцы откроет в сентябре два новых зала. В планах у спортивного сообщества вырастить как много больше будущих чемпионов. Уизей Гязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Ну а на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин